Всем привет! Мы сейчас едем в парк Юйдо. Это большой парк в Сеуле. Одна из достойных замечательностей. Единственный большой парк. Нет, это не единственный большой парк, просто это большой парк. Единственный. Это означает, что самый большой парк. А, короче, Каролина вам объяснила. Ребята, а напишите в комментариях, вы ходили в такие парки или города? Напишите в комментариях. Да, напишите нам в комментариях. Вы ходили когда-нибудь в большие такие парки, которые вы сегодня увидите. Мы вам будем показывать. Там зимой проводят фестиваль фейверков. Осенью, точнее, да. А весной и летом в это время как раз проходит фестиваль Сакуры. И мы поедем, посмотрим. Там сейчас все цветет. Уже скоро будет, наверное, вся красота опадать. Но мы еще успеем. Мы в автобусе сидим. Здесь мега крутые автобусы, очень чистые. И очень быстрые. Да, очень быстрые и чистые. Я в шоке вообще. Вон там Вика сидит. Сейчас я вам покажу, насколько чисто. Вот, вы представляете, как здесь круто. Это вот такие автобусы. Каролине нравится на автобусах ездить. Поэтому она постоянно говорит, давайте, Игорь, поедем на автобусах. Но метро тоже чистое. Каролина решила здесь прилечь немножечко. Смотрите, как прикольно. Рюкзачок повесила. И кофе можно будет. А вот там за окном. Дома. Сакура вон. Мы приехали и уже собираемся заходить в парк. Здесь у каждой компании свой небоскреб. Видите, какие огромные здания. И мы идем. Каролина со мной идет. Она в автобусе поспала немного. Смотрите, там какие красивые цветы. Пойдем туда посмотрим. Здесь очень много туристов. Смотрите, какая красота. Все фотографируются. Смотрите, вот эти цветы. Они такие красивые. Они похожи на розы. И они так красиво распускаются. А здесь, смотрите, как у памяти стоит. Это Каруси Джон. Он придумал корейский алфавит. Кстати говоря, в корейском языке нет вообще иероглифов. Просто многие думают, что корейский алфавит состоит из иероглифов. Но там только буквы. Такое огромное по сравнению вот с людьми. Сейчас нужно будет здесь тоже сфотографироваться. Там надо очередь подождать, да? Вот это все стоят в очереди здесь. Здесь идет уже дождик. Как видите, мы уже пофоткались около памятника. Теперь идем дальше. Ну, не сильный такой дождик, но все равно накрапывает. Там очень красиво тоже. Люди везде фотографируются. Очень много здесь... Как я уже говорила. А, статуи Горелина говорит. Ну, иностранцев много. И очень свежо. Воздух такой прохладный прям. Лерочка, Керри. И так тихо, и спокойно здесь. И чисто. Мы подошли к ручейку. Здесь беседки. Вот есть в таком старинном стиле. Здесь тоже. Что-то там. А, смотри, Каролина, там рыба какая красивая, большая. Ты видишь? Да. Красная. Такая большая. Как маленькая. Только большая. А там вообще много. Их, по-моему, там кормить можно. Пойдем обойдем беседку. И посмотрим. Пошли. Мам, оди мне капюшон. Капюшон? Давай. Я заболею. Как ты заболеешь? Пойдем скорее рыбок посмотрим. Мне прям не терпится. Как здесь круто. Я здесь не была. Терпение надо терпать. Терпение должно быть? Я с тобой соглашусь. Я про мудитого спрятался. Вот здесь, да. Вот там лучше. Смотрите, какая красота. Смотри, она ждет. Смотри, камера осторожная. Ага. Какие красивые рыбы. Я хочу. Да, там маленьких очень-очень много. Прям кишма кишат. Но здесь на камере не видно. Видно только вот этих вот, этих ярких таких вот оранжевых. Остальных не видно. Мы решили покормить рыбок. О, 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 вон. Видишь? Ест. Сейчас, 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 сейчас. Смотри, маленькие оттуда снизу пытаются поймать. О, о, о. Вон, самое главное, блин, выползло. Вот, 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 вот. Ага. Нет. Нет, здесь опасно. Здесь ты можешь выпасть. Если ты упадешь, смотри, вон, эта рыба тебя съест. Она такая большая. Сколько маленьких. Что смешного было? Лера думала, что я ее фоткаю. А он потерялся за мной. И я смеялся, тоже потерялся. Он все время потерялся за мной. Мам, я здесь. Ты здесь. Все здесь. USB здесь. Красота. Смотрите, какая. Ау. Мам, иди по той тропинке. Нет, я не хочу по той тропинке. А зачем туда спускаться? Пойдемте от дождя укрываться. Смотрите, такое ощущение, как будто я попала в какую-то дораму. Как красиво. Но мне кажется, что еще неделю назад здесь было все круче. В сказку, в принцессу. Да, в сказку, в принцессу. Здесь очень много парочек гуляет. Все красиво. Да, все здесь красиво. А тут, там больше, да, деревьев? Я думаю, что большинство опало, потому что, вон, видишь, дождь был, ветер был. А если вы будете вдруг в Сеуле, то обязательно сюда приезжайте, потому что, ну, здесь спокойно, тихо, красиво. Это такое место, где можно вдохновиться чем-нибудь. Или если у вас вдруг депрессия, то и здесь у вас не будет, это точно. Здесь уличная еда продается, шашлычки какие-то. Очень много всего. Смотрите, как будто бы фотошоп, но нет. Сами цветки такие красивые. Мы переходим дорогу. Смотрите, здесь очень много людей. Раскапливается такая толпа. Когда светофор красный, потом все на зеленый переходят. И пока еще никто не нарушал, потому что это опасно здесь. Смотрите, что здесь продают. Каролина говорит, это камушки. Нет, это какие-то ракушки, я не знаю. А это какие-то жучки-шелковицы или что-то. Нет, это шелкопряд. Посмотреть хочешь? Детки наши захотели сладкую вату, поэтому мы им купили здесь. Каролина синий пакетик, а Лера розовый пакетик. Вот это знаете, что за место? Называется Педальчон. Это место, куда можно заказать еду. То есть вы заказываете еду, называете номер скамейки, грубо говоря, и вам привозят сюда доставку. Прямо в парк. Это очень круто. А там мы еще не были. Мы еще будем спускаться и ходить. Там река. Обалдеть просто. А мне вот эта идея понравилась. Знаете, что можно сюда прийти и заказывать еду. Да, доставку сюда там приедет. Много здесь всего? Чикен? Не, не хочу. Они здесь все любят чикен, а я не хочу чикен. Мы еще думали, что если не будет дождя, то мы покатаемся еще на велосипедах здесь. В аренду возьмем и будем кататься. Посмотрим. В принципе, дождь закончился, но все равно времена идет. Не закончился? Идет дождь. Да, я уже говорила. Не, ну просто как поднавесывала, я думала, что уже все. Пойдем вниз погулять. Да, пойдемте вниз вон туда. Это туалет. В Корее нет платных туалетов. Везде они бесплатные. Как видите, дождь пошел, мы посмотрели по погоде, он еще где-то часок, наверное, будет идти, поэтому мы сейчас хотим пойти и найти кафешку, где-нибудь там присесть и переждать дождик, поесть заодно. Прогулка на велосипедах у нас, наверное, сегодня не удастся. Зайка, не отставай. Люди тоже там пережидают дождь. Вон там. А там река. Можно будет подойти потом на берег и тоже посмотреть, что там есть. Музыка здесь вообще, блин, отпад. Кто узнал песню, пишите в комментариях. Пойдем, Зайка. Смотрите, как здесь атмосферно. Пойдем по пешеходке. По тротуару. Все, у меня уже на камере капли. Брызги. Сейчас. Дождь уже закончился, людей стало меньше, все куда-то пошли дальше. И сейчас мы хотим еще немножечко погулять, а потом поехать. Поедем мы, наверное, на метро и еще, может быть, куда-нибудь зайдем, если у нас будет желание и силы. Смотрите, какая здесь красота. Как будто я в сказке, действительно. Коля рвет девочкам цветочки, они хотят. Смотрите, какой дождь был. Весь грязный. Вон, из-за этого. Да. Это какой-то был странный дождь. Ладно, пойдем. Я читала до этого, что в Корее несколько видов дождей идут. Вот это конкретно какой, я не знаю. Грязный дождь. Однозначно. Вся одежда в каких-то каплях. Сумка вот черная, да, у Вики? Рюкзак. Вся вообще, как будто в глине повалили ее. Хотя мы не ходили толком там под деревьями, под дождем, да. А просто, ну как бы вот, ходили здесь на открытой местности. И все такое грязное стало. А здесь парочки ходят. И парни, они в белоснежных рубашках. Он почему-то пиджак снял, и я не знаю, что у него там с рубашкой потом встанет. Мы идем вот сюда. Оранжевое здание, видите? Это билдинг 63. Здесь тоже снимали дорамы. Это здание в 63 этажа. Очень знаменитое и популярное. И на последнем этаже есть смотровая площадка. Можно будет подняться, посмотреть. Здесь еще музей Хэллоу-Китти внутри. И много вообще всего интересного. Но мы сейчас хотим зайти, прогуляться. А на самую смотровую площадку мы в другой день приедем. Вот, видите, 63. Здесь акваплэнинг. Можно будет тоже прийти, посмотреть. Ну, морская жизнь, я так поняла. Что снимали? Легенда Синего моря. В этом океанариуме, да? Я не знаю, но скорее всего. Скорее всего, здесь снимали Легенда Синего моря, да? Да. Заход больше, может быть, в 3-х. Это нужно еще будет уточнить. Нужно бы сегодня почитать. Здесь 63 этажа. Вы можете себе это представить? Здесь все настолько просторно и широко. И нет вот этих, знаете, беспорядочных островков разных. Ну, и есть, но они не выглядят так беспорядочно. Поэтому мне даже с непривычки кажется, что здесь как-то пусто, да? И вообще ничего нет. А на самом деле, как бы, просто все аккуратно так сделано. Паре Луны, я смотрю, там какой-то косметический магазин. Я с другой стороны. А вход с другой стороны. Мы зашли в корейскую кафешку. Сейчас уже, ну, не обед, поэтому здесь не очень много народу. А так здесь всегда много людей. И это прям вот напротив получается этого здания. Мы решили, не будем никакой посуд. Потому что я, например, хочу чисто такую корейскую какую-нибудь кухню попробовать. Потому что я уже давно такое не ела. И мечтала. Я мечтала? Нам принесли воды. Она всегда идет бесплатно. Как только гости приходят, подают воду. И когда ты делаешь заказ, ты платишь только за одно блюдо. И салаты все сопутствующие подаются бесплатно. Вот, нам все принесли уже. Мам, я вам депутатчику пробовала. А это что-то редька? Я так понимаю, это пророщенный бумаж. Мам, дайте. Давай, сейчас. А, здесь, кстати говоря, только палочки. Обычных вилок здесь нет. Так что, детки, железной палочкой у нас дети не умеют пользоваться. Лера, умеешь железной палочкой пользоваться? Нет? Я умею. Не умею. Железной пользовалась ты, Лера? Это принесли детям. Мы заказали суп. И отсюда из этой чашечки будем им набирать. Это из курили? Что это? Это из цыпленка. Из цыпленка. Какой-то наваристый суп, да? И как он называется? Самбитан. Самбитан. Бульон. Это к нашим блюдам. Пибимпап мы заказали. Это рис вместе с салатами, да? Ну, сейчас посмотрим, что там вообще принесут. Это бульон запивать. А вот и наш заказ. Мы три порции пибимпапа. Это просто огромная здесь кастрюлька. И смотрите, все шипит, потому что прям с огня. Вот эти горшочки, они прям на огне находятся. Находятся. Насчет принесла, зачем забрала? Сейчас запишет. И смотрите, какой рис. Мама, это не пустая тарелка. Почему не пустая? А, я думала, это пустая. Здесь соль оказывается. Да, точно, это не пустая тарелка. Приятного аппетита. Мы взяли кофе. Здесь оно бесплатное тоже. Каролина там пьет. Лера пьет кофе. Да, потом использованные стаканчики. Оказывается, нужно вот сюда выбрасывать. Мы снова зашли в 63 билдинг. Я подключила Wi-Fi. Здесь нужно было проходить регистрацию. И все, я прошла, подключена. Сейчас буду закидывать инстаграм. Мы в Сеуле сели на автобус, чтобы доехать до метро. Здесь не потому, что остановку нужно было проходить. Мы решили, что подождем не ходить, здесь на автобус. И доедем скоро до метро. Следующая остановка наша, да? Да, на встречу мы будем. Все, отлично. Короче, мы съездили. Сейчас пойдем искать вход в метро. А ну-ка иди сюда. Холя побежал. А, пойдем быстрее. Все, дай. Не, у нас сегодня вообще веселый день такой. Да, мы носимся, носимся. У нас операция по спасению. Да, да, от дождя. От дождя, ну. Небо очень сильно затянуло тучами, видите. Это сеульское метро. Нынче репаблик косметика. Детям весело. Вика сзади. Расплачиваем все теми же карточками, все. И когда вы делаете пересадку с автобуса на метро, там в течение полчаса, да, Вика? Да. То снимается всем там, ну, копейки. Это очень удобно. И в Сеуле только вот такие безопасные, закрытые метро, потому что, чтобы было меньше суицидников. Точнее, это сделали из-за суицидников. Да, для безопасности в основном, конечно же. Но здесь вы не найдете метро, где вот как у нас, например, в Москве, да? Прямо такое открытое. И можно запросто провалиться туда, на пути. А это вот наша станция, да? Куроме. Нам на ту сторону надо. Каролина! Ты же ее никогда так не называла. Они играют. Вот Пикачу у Леры большой, а у Каролины маленький. В каждом метро, точнее, в каждой станции, да, находятся вот такие, скажем так, шкафчики для безопасности. Здесь противогазы и все тому подобное. Дай руку, Заяц. Метро. Давай руку. Давай. Мы, короче, здесь остановились и спорим. Коля говорит, что это Юна, да? Нет, он говорит, что это... Кристалл. Кристалл. А ты говоришь, что это Юна. Я говорю, что это Юна, а ты говоришь, что это... Из Дорамы, Сити Хантер, который вот она с ними. Помнить сына, еще она снималась там. Помнить война отца-сына. Не отца-сына. Отец и сын. Война. Помнить. Помнить. Война отца-сына. Ладно, давайте. Как может быть война отца с сыном, если он за отцом мстью? Короче, напишите в комментариях, если вдруг вы знаете. Помнить. Нет, война, помнить. Помнить. Отец и сын. Все. Понятно. Мы переходим на другую ветку и уже сядем на метро. В смысле на тот поезд, который довезет нас до дома. Здесь так круто. Есть везде трава латера, чтобы не ходить. Давай, аккуратней, Заяц. Зайка со мной здесь. У нас сегодня, короче, очень такой веселый и насыщенный день получился. Классно погуляли. Единственное, что это дождь. Но даже дождь как бы не испортила нам этот день. Наоборот, весело было спасаться от дождя. Первая ветка синего цвета, она самая длинная в мире. И наш вагон уже приехал. Мы сейчас пойдем. Мы уже сели в метро, едем. И уже скоро будем дома. Так что на этом я, наверное, буду заканчивать этот влог. Ставьте пальчик вверх, если он вам понравился. Не знаю, меня здесь, наверное, плохо слышно, потому что в метро очень шовно. Подписывайтесь на наш канал, на мой основной канал, подписывайтесь с ней. Также не забудьте подписываться на наши инстаграмы, на Витнин инстаграм, на мой инстаграм, на Каролинин, на Лилин. И, кстати говоря, еще Коля тоже есть в инстаграм. В общем, все ссылки вы найдете внизу в описании. Там мы выкладываем фотки новые. И Викин инстаграм. Да, и Викин инстаграм. Каждый день публикую новые фотки. Всем пока.